Сегодня мы отдаем Министерству образования петицию против бюрократического давления на учителя. Среди подписантов более 40 регионов России, более тысячи подписей, реальных подписей учителей, которые возмущены тем, что вместо того, чтобы работать с детьми, они вынуждены отписываться по массе показателей, которые предписаны им чиновниками. И мы бы хотели напомнить министру образования Дмитру Ливанову, что заступая на свой пост несколько лет назад, он одной из задач ставил именно снижение бюрократического давления на учителя, снижение избыточного документа оборота, избыточной отчетности. К сожалению, как часто бывает, благие намерения привели к обратным последствиям. В результате введения федеральных образовательных стандартов, в результате введения других нормативных документов, количество показателей только увеличилось. Более того, создается нездоровая ситуация абсолютно, когда учитель просто вынуждается к тому, чтобы фальсифицировать отчетность, потому что реально выполнить все требования, которые к нему предъявлены, он просто не в состоянии. Мы считаем, что это вредно во всех отношениях, и мы надеемся, что наша петиция послужит началом реального диалога общественности, педагогической общественности с министерством, для того, чтобы в конце концов проблемы решить. Идея пришла после выпускных экзаменов, потому что ежегодно на экзаменах творится такая вакханалия, что терпения никакого уже не хватает. Вот эта фальсификация, это вранье зашкаливает теперь абсолютно. Вот это был первый посыл, но все остальное копилось долгие годы, потому что система образования давно стала площадкой для лжи, к сожалению. И вот этот вот документооборот, который порожден новыми спросами, он, к сожалению, сделал страшную вещь. Он узаконил ложь в образовании, и это не способствует не только улучшению качества образования, это разрушает образование на корне. Потому что нравственные ценности, моральные ценности из школы уже, к сожалению, ушли. И на этом фоне невозможно говорить о каком-то воспитании детей, образовании детей, о каких-то новых индивидуальных траекториях. В общем-то, и когда писалось письмо, я, наверное, еще не видела всего ужаса того, что творится на самом деле. И когда я уже занялась сбором подписей, общением с коллегами на российском уровне, я увидела, что проблема-то, она гораздо глубже, гораздо страшнее. И сегодня уже надо кардинальным образом решать эти проблемы, иначе мы все катимся в пропасть. Субтитры создавал DimaTorzok